Не только алмазами полна земля якутская. Хроника свидетельствует, что уже первые промывочные работы на лотке показывали наличие в пробах частиц золота. Однако о промышленном извлечении речь не шла никогда. Компания Алроса специализировалась только на поисках и добыче алмазов, фактически не обращая внимания на попутные полезные ископаемые. Совершенно понятно, что никакая другая компания сейчас на эти участки не выйдет. Соответственно, это золото или добудет компании Алроса, или не добудет никто. В 2011 году в алмазах Аннабара начали вести работу по оценке извлечения попутных полезных компонентов россыпей алмазов. Комплексная оценка концентрации и технологии извлечения показала рентабельность попутной добычи. И с 2017 года Алроса начала добывать золото и платину на севере Якутии. Алмазы Аннабара в этом году, в течение этого промывочного сезона, уже на, по крайней мере, на одном из месторождений, на Большой Куанамке, такой проект должны осуществлять. Мы вот посещали летом эти лабораторные обогатительные комплексы и обогатительные комплексы, которые обеспечивают отработку месторождений. Поставлены шлюзы, то есть мы провели достаточно на высоком уровне оценку по возможности извлечения простейшим оборудованием пока, но сейчас вот заказан проект по доработке этой технологической линии. Впервые за свою историю Алроса де-факто приступает к попутному извлечению золота. Об объемах добычи пока геологи говорят осторожно. На балансе алмазов Аннабара уже стоят запасы золота и платины, концентрация несколько сот килограммов этих металлов. Но сегодня важно наладить процесс и точно определиться с количеством объектов добычи. Мы начинаем добывать новые полезные ископаемые. Здесь очень хорошая возможность получить неоценимый опыт. То есть геологи начинают и специалисты, которые связаны с обогащением, вообще с оборотом этих полезных ископаемых, они получают опыт в новых полезных ископаемых. Соответственно, россыпь в целом для компании или россыпи, они не компенсируют нам добычу алмазов. Поэтому я бы сейчас не говорил о таком прям активном вхождении в проекты по отработке золота, но все-таки мы такой, что ли, свет в конце туннеля, он виден. И последнее. Несмотря на попутную добычу и расширение списка ценных полезных ископаемых, куда войдут золото и платина, компания остается монобрендовой, концентрируясь на алмазо-добыче. Тамара Бессмертная, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».